Hello, ребят! Рада всех приветствовать на трансляции. Сегодня я расскажу о том, как набрать максимум за устную часть ЕГЭ по английскому языку. Расскажу о формате заданий, поделюсь ценными советами и, главное, расскажу, как именно нужно готовиться за оставшееся время, чтобы получить максимум за устную часть экзамена. Так что, потираем с вами ладошки. Сегодня будет полезный и ценный вебинар. Погнали, ребят! А от вас, конечно же, я жду лайки этой трансляции и плюсики в чат, если вы меня хорошо слышите и видите, потому что, ну, связь как бы нам очень важна, понимаете? Если мы не будем с вами как-то коннектиться, вы меня не будете слышать, не будете видеть. Зачем оно все надо? Я Марина Лисковец, ваш преподаватель английского языка и моей основной специализацией является подготовка к выпускному экзамену, к ЕГЭ по английскому языку. То есть в этой теме я съела собаку, так сказать. Помогаю ребятам готовиться к ЕГЭ в формате онлайн. Считаю, что это самый офигенный формат подготовки, потому что, а, он доступен абсолютно всем, б, функционал современных платформ и вообще онлайн формата настолько крут, что спокойно соревнуются с репетиторами, и, ц, я также помогаю коллегам-преподавателям разобраться с форматом экзамена, что значит, в общем, я действительно квалифицированный препод. Ну, естественно, я имею диплом о лингвистическом высшем образовании и с радостью делюсь своими знаниями как с преподавателями, так со своими учениками, а они довольны и поступают на бюджет в те вузы, которые хотят. Кроме всего прочего, поскольку я работаю в онлайн формате, я, естественно, веду соцсети. Очень рекомендую подписаться на меня в телеге ВКонтакте группа. Эти QR-коды вам помогут пройти по ссылке и найти меня в соцсетях. Также не забудьте подписаться на мой ютубчик, поставить колокольчик, потому что я всякие полезные ролики для вас всегда записываю, веду трансляции. И это очень ценный и нужный материал для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Ещё есть очень клёвая опция, это закрытый чат ВК, где есть только одиннадцатиклассники, которые поступают в вузы, которые сдают экзамены. И там вы можете найти друзей, обмениваться ценной информацией, готовиться вместе. Тоже обязательно подписывайтесь. Сегодня на трансляции, как я уже сказала, я расскажу вам про устную часть экзамена. И прежде чем расскажу, что делать с каждым заданием, давайте-ка разберёмся, из чего состоит сама устная часть экзамена. Напомню, что английский устную часть мы сдаём в отдельный день. И, казалось бы, всего лишь 17 минут длится экзамен. Всего 4 задания, о которых сегодня мы с вами поговорим. И 4 задания вы будете сдавать. Но всё-таки готовьтесь к тому, что ожидать придётся довольно долго, потому что обычно в аудитории всего 4 компа, по 4 человека находятся в аудитории. И эти 17 минут экзамена проходят вот в таком вот жужжании. Вот, несмотря на то, что будете в наушниках. Давайте прям нарисую наушники такие, бей-бей. Но они, в общем, не особо работают. Вы будете довольно хорошо всех слышать. Поэтому практика очень важна. Об этом мы поговорим. С чем же вы столкнётесь на экзамене? Что там будет? Первое задание. Кстати, все задания будут идти по порядку. Вы будете сидеть за компом, прямо как сейчас. Сидите меня, слушайте. Кстати, можете записывать полезные моменты. Первое задание, то, с чем вы столкнётесь, задание базового уровня сложности, это чтение текста. Здесь просто проверить, ну, насколько вы вообще можете читать по-английски. И всего лишь полторы минуты нам даётся на прочтение текста. Сейчас расскажу, какие лайфхаки и ценные советы вам помогут заполучить заветный 1 балл. Кстати говоря, за это задание, но он для нас важен. Ведь он составляет 20 баллов устной части экзамена. Второе задание устной части также относится к базовому уровню сложности. И здесь от нас уже требуется не читать, а говорить. Мы записываем 4 прямых вопроса. Прямой вопрос это, как тебя зовут, сколько тебе лет, а сколько это стоит. То есть без каких-либо прелюдий водных конструкций. На каждый вопрос нам даётся по 20 секунд. И за один вопрос 1 балл. То есть плюс 4 балла мы можем здесь заработать. И это полный кайф. Абсолютно каждый с этим справится. Я расскажу, как работать с этим заданием. Третье задание устной части относится к базовому уровню сложности. Базовый уровень сложности это всё тот же А2. Но в действительности я ожидаю, что это задание переведут в следующем, может быть, в следующем ещё году. Ещё в следующем году. Потому что они тут хитрят немного. В задании повышенного уровня сложности здесь мы уже отвечаем на вопросы. И от нас требуется небольшой монолог в виде двух-трёх предложений, которые мы должны уместить в 40 секунд за каждый ответ. Мы на слух воспринимаем эти вопросы от интервьюера. И, собственно, отвечаем на вопросы в устной форме. То есть проверяется наша спонтанная речь. И в этом году ввели интересный аспект. Это базовые ошибки, которые ни в коем случае нельзя совершить. Потому что за это нам снизят баллы. Так что думаю, что задание будет посложнее далее. Но пока это базовый уровень сложности. Итак, 5 баллов мы можем заполучить в этом задании. Четвёртое задание. Устной части высокого уровня сложности. Здесь это уровень B2, upper intermediate level. Готовьтесь описывать картинки, но не пугайтесь. Здесь очень многое связано со схемой. Очень многое связано просто с форматом, о котором я сегодня всё-всё-всё расскажу. Разложу по полочкам. И всё будет просто отлично и по кайфу. В общем, расскажу, как работать с этим заданием. Описываем две картинки. Три минуты нам даётся. На всё это дело. И максимально 10 баллов мы можем получить за это задание. То есть мы будем стремиться прямо это задание выполнить на максимум. Итак, поскольку все задания на экзамене вы решаете по порядку, поэтому уж давайте мы с вами по порядку разберём, что к чему. И напомню, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в чат. Присылайте ваши запросы, вопросы, эмоции, вообще какие-нибудь эмоджиз в чат. Я буду реагировать, отвечать, чтобы наша встреча с вами была максимально продуктивной. И сегодня также расскажу вам про классные офферы, предложения о обучении вместе со мной, про курсы. Поэтому обязательно будьте в онлайне, чтобы заполучить лучшие скидки. Потому что именно когда вы находитесь в онлайне, вот в этот момент есть возможность заполучить лучшие предложения. Это вам такой намёк. Итак, разбираемся с первым заданием устной части. Уче это устная часть, да, сокращение. Особенно во всяких там документах казённых всё время меня это смущает. Уче, БГ, всякие там аббревиатуры. Ну, в общем, устная часть, первое задание. Рассказываю, что надо делать. И готовьте попрактиковаться вместе со мной, потому что что просто смотреть. Давайте вместе читать и говорить на английском. Итак, главная задача для нас уложиться во время, в полторы минуты. Перед нами будет небольшой отрывок текста, не пугайтесь. Он абсолютно стандартный. От нас всего лишь требуется просто прочитать размеренно. Размеренно его, вот так, как я сейчас с вами разговариваю. Соблюдая паузы. Паузы нам помогают, подсказывают, что нужно сделать паузу. Союзы, запятые, точки, восклицательные знаки, вопросительные знаки и так далее. То есть, всё это нам подсказывает, как и в тексте, который написан на нашем родном русском языке, о том, что нужно сделать паузу. То есть, в идеале, конечно, у вас должен быть прекрасный акцент. Ританский или американский. Кстати, напишите, какой вам ближе. Напишите в чате, какой акцент вам ближе, какой нравится больше. Как по мне, скажу честно, цель ЕГЭ по английскому языку – поступление в российский вуз. То есть, других опций нет. То есть, вы не поступите там куда-нибудь за границу с ЕГЭ. Соответственно, всё-таки требуется от нас просто базовое владение вот этим навыком чтения, беглого чтения. И важнее всего поставить правильное ударение. То есть, правильно произнести слово. И не допустить грубых ошибок. То есть, буквально, базовых правил произношения будет достаточно. Ну, сюда я отнесу, например, такие слова, как work и walk. There, where тоже бывает путаем. То есть, вот этих базовых ошибок точно не должно быть. А всё остальное, да, ну, ещё повторите, числительные. Ещё повторите название стран, таких-то имён собственных, достопримечательностей. Вот это вам точно поможет. И, ну, вообще никаких проблем не возникнет. Заберём с вами один балл. То есть, текст небольшой, 12-15 предложений. Спокойно можно уложиться в полтора минуты, не переживайте. И если вы совершили ошибку, просто исправьте её и идите дальше. Давайте с вами разберёмся. Кстати, напомню, что вы не сразу приступаете к прочтению. У вас есть полторы минуты на подготовку. То есть, вы успеете прочитать текст, осмыслить. Если какое-то незнакомое слово встретите, то помните, большая часть английских слов имеет ударение на первый слог. Поэтому, скорее всего, если сомневаетесь, да, ставьте ударение на первый слог. Если, опять же, это незаимствованное слово, потому что французские слова, к примеру, да, заимствованные с французского языка, всё-таки имеют ударение на последний слог. Чаще, как, к примеру, слово hotel, museum. Окей? So, shall we have some practice? Давайте попрактикуемся. Поставьте плюсан, если вы готовы поговорить с вашим экраном. Если вы смотрите в записи, можно поставить на стоп. И, кстати, да, а тот, кто стесняется, смущается, хотя чего смущаться, вы сидите просто перед своим экраном. Пока, да, я болтаю, вы можете ознакомиться с текстом. Потому что дальше я покажу пример, как можно читать, да, формат прочтения. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте в чате и напишите. А вообще, часто вы практикуетесь вот именно с чтением вслух? Вот интересно, в формате недели напишите, пожалуйста, в чате, сколько раз в неделю практикуетесь. Погнали! Антарктика is the driest place on Earth. Parts of the continent have seen no rain for 2 million years. A desert is technically defined as a place that receives less than 10 inches of rain a year. The Sahara gets just one inch of rain a year. As well as the driest place on Earth, Антарктика can also claim to be the wettest and the windiest. Seventy percent of the world's fresh water is found there in the form of ice. And its wind speeds are the fastest ever recorded. Бла-бла-бла. To be continued. А то есть я размеренно читаю, просто обращаю внимание на точки, на запятые, и да, в общем-то, и это успех, и это один балл. Так что как можно больше практикуетесь, совет такой. Читайте, читайте, читайте. Чем больше, тем лучше. Читайте вслух. Это важный навык. А мы переходим к второму заданию устной части, ибо один балл мы с вами уже заработаем. Второе задание учея, устной части, представляет собой небольшое объявление. То есть, да, ну, например, музей, или такси, или кафе, ну, все что угодно, курсы английского, в конце концов, чего бы нет. И от нас требуется задать 4 прямых вопроса. То есть там будет картиночка такая, объявление, вот, вы читаете объявление, написано будет, и 4 формулировки, да, по которым мы, по которым мы должны задать вопросы. Раз, два, три, четыре. За каждый вопрос по одному баллу. Кстати, если вы допускаете какую-то негрубую, негрубую ошибку, грамматическую, например, которая никак не влияет на смысл, эксперт засчитает этот ваш вопрос, почему, потому что задание базового уровня сложности. Вот, и с этим вы точно справитесь, как и с первым заданием. Итак, мы задаем вопросы, будет достаточно формулировки общей, ну, либо специального вопроса, вполне достаточно. Нужно использовать определенный артикль, мой вам совет, почему, потому что, как бы, по условию задания мы, типа, звоним в какое-то определенное место и задаем определенные вопросы про это место. Логично спрашивать про что-то конкретное и использовать определенный артикль, the, а не the. Это будет грубая ошибка, скажем так, потому что может измениться смысл из-за артикля. Одно дело спросить, ой, а где какой-то там кафе находится? Да, where is the cafe located? Ну, в любой кафе, ну, не знаю, там, ну, посмотрите за углом у себя, чего вы меня спрашиваете, что вы звоните. То есть, а если мы задаем вопрос, вот, конкретно, да, про это место, используйте притяжательные места имения, например, your, where is your cafe located, or the, ok? В первом вопросе, пожалуйста, назовите локацию, куда вы звоните. Это даст эксперту понимание того, что вы ознакомились с заданием, ну, и понимаете, что от вас требуется, а не просто там заучили какие-то шаблонные вопросы. Обязательно соблюдайте порядок слов. Выпросительный, да, глагол, ну, здесь важнее, да, скажем так, такие главные, главные члены предложений, как подлежащее и сказуемое. Сказуемое в данном случае идет на первое место, помните, пожалуйста, об этом. И, конечно, давайте с вами попрактикуемся, чтобы нет, почему мы зря время теряем. Да, это все, что требуется, задать прямые вопросы. Напишите, пожалуйста, в чате, как часто вы практикуетесь с этим заданием. Оно довольно простое, и здесь все, что от нас требуется, это задать вопрос. На каждый вопрос нам будет дано 20 секунд, и если вы что-то не так сказали, то просто перезапишите себя на экзамене, эта опция есть. Просто, да не надо там никаких кнопок нажимать, просто еще раз переговорите вопрос, но помните, что эксперт засчитывает последнюю формулировку. Вы, кстати, можете написать, напишите, пожалуйста, в чате ваши варианты вопросов. Они очень стандартные, да? Если это location, то мы задаем вопрос where. Например, where is your museum located? Все, молчи. Не надо там говорить вопрос номер один, вопрос номер два, просто. Следующее, да? For example, do you have any special offers for students? Ну, предположим, у вас студент, есть ли у вас какие-то специальные там предложения для студентов? Скидочки. Третье, number, да, предполагает вопрос сколько. В данном случае количество exhibitions это выставки, поэтому, ну, мы их можем посчитать, поэтому мы будем использовать конструкцию the how many, for example. How many exhibitions are presented in your museum at the moment? Окей. И четвертый вопрос working hours, максимально стандартный вопрос, то есть часы работы, когда работает ваш музей. What are the working hours of your museum? И все, и четыре балла у нас в кармане, представляете, вот так просто. Напишите, пожалуйста, в чате, как часто вы практикуетесь с этими заданиями, и если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, тоже задавайте их мне, я с радостью отвечу. И сейчас уже хочу вам сказать, что буквально сегодня, последний день, лучше прямо сейчас вот просто проходите по ссылке и записывайтесь на мой полугодовой курс, который называется Masterpiece. Это лучший способ подготовиться к ЕГЭ, если вам нужна практика и теория. Вы хотите повторить грамматику, лексику, логично, грамотно, методически выстроенный курс с грамотными домашними заданиями, которые действительно приведут вас к результату. Здесь нет никакой вот общей теории. Вот мой курс единственный в Рунете, который вообще основан на практике. Практике всех видов речевой деятельности. Не верьте тем людям, кто говорит, что в онлайне можно подготовиться к английскому, просто слушая вебчики, вебинары. Ну, все вебчики, пожалуйста, вот вы смотрите, вы сейчас меня смотрите, куча видео на ютубе. Хоть кто-то выучил так английский? Нет, потому что надо говорить. И на моих онлайн занятиях мы говорим. Со мной находится ассистент, который помогает вам. Если мы решаем задания грамматические, вы пишете ответы в чате и их сразу исправляют, комментируют. То есть вы получаете обратную связь. Это интерактивное занятие, которое реально приносит результаты. Мы практикуем все виды речевой деятельности, аудирование, чтение, письмо, говорение. Занимаемся два раза в неделю, пишем пробники, домашки. В общем, это просто маст. Домашние задания распределены по уровню сложности. То есть если вы чувствуете, что как бы слабее немножко, вам сложновато какие-то задания выполнять, вам будет интересно. Если вы посильнее, вам нужна практика каких-то интересных побольше заданий, вам тоже будет интересно на курсе. Всегда есть дополнительный материал. Занимаемся дважды в неделю со мной по вторникам и пятницам. Замечательные дни. А еще я еженедельно разыгрываю проверку устной письменной части и сама лично проверяю своих учеников. Это такая тоже опция, которая стимулирует учеников приходить в онлайн ко мне, заниматься со мной. Я супер подробно делаю разбор и даже публиковала некоторые отзывы ребят у себя в телеге, потому что действительно так я контролирую ребят. Естественно, проверяют, еще помогают мне мои помощники, кураторы. Но я также держу руку на пульсе и всегда с вами на связи. Пробники, проверка разделов письмо и говорение. Пройдем все абсолютно топики по грамматике и по лексике, которые нужны к ЕГЭ. Ни одного лишнего слова, только то, что нужно для экзамена. Пробники раз в полтора месяца примерно. Сегодня последний день, когда вы можете присоединиться, ребят. Поэтому скорее проходите по ссылке в описании. Записывайтесь ко мне на полугодовой курс. Задавайте вопросы. Сейчас это максимально выгодно. Есть две опции занятия со мной на полугодовом курсе с куратором и без. С куратором, в чем основное отличие, это обратная связь, проверка. Вот если у вас нет репетитора и преподавателя какого-то школьного, то только с куратором. Напомню, английский это практика, английский это практика. Вас нужно проверять. Это важно. То есть, понимаете, в этом просто смысл. Но если у вас есть обратная связь, репетитор, преподаватель, то можно без куратора взять. Ребят, присоединяйтесь. Вот просто запрыгивайте в последний вагон. И сейчас, вот просто сегодня, последний день, когда мы можем присоединиться. Не упускайте этот шанс, пожалуйста. Присоединяйтесь скорее, скорее, скорее. Проходите по ссылке. Если вам не хватает структурной теории, вам нужен преподаватель рядом, вам нужна мотивация, нужен контроль. You're welcome. Всех жду. Да, это одна из опций, о которых сегодня расскажу. И еще дальше расскажу еще о более крутом. И таком же крутом, но немножко другом формате подготовки, который сейчас есть. Так что обязательно оставайтесь в онлайне, чтобы забрать лучшие скидки. А мы перейдем с вами дальше. И я рассказываю о том, как набрать максимум за третье задание устной части. Третье задание уче, устной части, это все еще задание базового уровня сложности. И здесь мы отвечаем на вопросы. То есть в втором задании мы задавали вопросы, теперь мы отвечаем на вопросы. От нас требуется ответить на пять вопросов в интервью. Важный момент, ребят. Вы слышите голос. Да, вы слышите голосовой вариант вопроса. Вы будете воспринимать на слух вопросы. То есть до этого, в предыдущем задании вы видели текстовое, хотя бы минимальное сопровождение. Теперь вы будете все воспринимать на слух. Не будет возможности переслушать ничего, нужно отвечать сходу. Поэтому практика так важна. Понимаете? Значит, мы отвечаем на пять вопросов. Слушаем вопросы интервьюера. И вот он нам 40 секунд дает, чтобы две-три фразы дать в виде ответа. Какая моя рекомендация? Как научиться вот так вот сходу говорить? Кстати, да, напишите, пожалуйста, в чате, ребят. Вы практикуете вот именно формат голосового такого вопроса, да, ответа сходу. Потому что если вы практикуете с текстом, то это не особо имеет смысл. То есть здесь нужно практиковать, скажем, именно воспринимать на слух английскую речь. Это навык аудирования. Как себе помочь? Как сразу сходу начать вот соображать? Вводные конструкции используйте. Frankly speaking, to start with, in my opinion, to tell the truth. Все что угодно. Дальше. Старайтесь повторить немножко формулировку вопроса, чтобы дать себе пару секунд подумать. Frankly speaking. So the best possible option for the people from that land. Ну, сейчас я вам покажу на примере, как, короче, можно разбираться. То есть прям старайтесь повторить, и это даст вам несколько секунд, и прям начинаете сразу отвечать. И, конечно, больше практики. Говорите без подготовки. Это то, что я постоянно повторяю своим ученикам. Нет смысла что-то там записывать, все какие-то записи делать. На устной части не будет возможности такой. Никаких записей просто сели перед компом и начинаете говорить. Давайте попрактикуемся. Вот, например, да. Сейчас вы услышите интервью по 40 секунд на каждый ответ. Напомню, 2-3 предложения нужно сказать. 2-3 фразы, по сути, да. 2-3 грамматические основы. Вот с чего начинается, да. Hello, everybody. Стандартное такое вот. Стандартное начало. It's teenagers from the world channel. Сейчас, кстати, попробуйте сходу, пока вот сейчас будем практиковаться. Попробуйте себя записать на диктофон. Окей? Очень поможет. Очень будет клёво. И потом прослушайте себя. Вот навык себя вот тоже анализировать. Это просто отлично. Это просто отлично и очень полезно. Hello, everybody. It's teenagers from the world channel. Our guest today is a teenager from Russia. And we're going to discuss hobbies. Вот из этого введения мы с вами понимаем, да, на какую лексическую тему сейчас от нас будут требовать вопросы. Хоббейс. На данном случае хобби. We'd like to know our guest's point of view on this issue. Please answer five questions. So let's get started. И далее мы слышим вот прямой вопрос. What kinds of hobbies do people usually have in your country? Frankly speaking, there are certain hobbies that people prefer and people choose in my country. For instance, reading, playing football, camping, people in Russia are leading healthy lifestyle in most cases. Ну, то есть вот просто говори, 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 всё. Всё. И дальше как бы вот здесь ещё нужно научиться не разглагольствовать, а вот сказали ёмко, бум, всё, как отрезали. Ждём. Сорок секунд уложились. Да, следующий вопрос. Сорок секунд прошло. What is your first hobby? Do you still do it? Well, my first hobby was drawing. And of course, I'm still keen on drawing. I draw a picture once or twice times a week. It helps me to relax after school. Всё. Тын-тын-тын. То есть сходу говорить и использовать вводные конструкции, стараться повторить. И напишите в вашем чате, пожалуйста, формулировки, какие вы бы написали, какие вводные конструкции вы используете. Этот чат сохранится, поэтому будет полезно всем. Да, я тоже просмотрю и прокомментирую. Вот такие дела. И здесь нужно просто постоянно практиковаться. К слову, про практику. Как и обещала, расскажу о ещё одном формате подготовки, который стартует 27.02. Сейчас пришло время марафона. В марафон за 90 дней до ЕГЭ. То есть до 27 мая, конечно, английский создаем попозже, но там начинаются другие экзамены, поэтому всё равно нужно завершить уже к концу мая все такие занятия. Мы каждый день будем решать задания ЕГЭ из всех разделов. Получая разделы письмо и говорения. По всем топикам. Прикиньте, как круто. И то здесь вам не нужно подбирать эти задания. Я за вас всё сделала и распределила. Занимаемся 6 дней в неделю. Каждый день в 4 утра получаете задания. По 2 штуки из разных разделов. И каждую неделю, каждой неделе, ну дней 5-6 посвящено определённому лексическому топику. То есть за эти 5-6 дней мы с вами решаем все задания из всех разделов по определённому лексическому топику. Естественно, я всё это сопровождаю списком лексики, чтобы вам было легче. И такая получается логичная практика. Выполнили задание. Сразу увидите комментарии по этому заданию, свои ошибки. Также вы можете приобрести дополнительную опцию проверки разделов письмо и говорения. И так вот каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть мы с вами абсолютно офигенно попрактикуемся и подготовимся. Вот всё-всё-всё повторим. И это офигенная практика в течение трёх месяцев каждый день по несколько заданий решать, получать проверку. Это просто лучшее, что может быть. Кстати, дополнительно, если у вас есть вопросы по грамматике, вам нужно будет что-то повторить, то помимо списка лексики, помимо инструкции по работе с каждым заданием экзамена, которые я даю, схемы, ответы и всё-всё-всё, я также подготовила для вас плейлист видеоуроков удобных по грамматике. То есть вы всегда сможете обратиться, посмотреть, что-то вспомнить для себя. Это очень классно и удобно. Итак, какая стоимость? Ребят, вы оплачиваете только один раз. Представляете, три месяца. Три месяца занятий ежедневных. То, что-то я для вас подготовила, всего лишь 4000 рублей. Это офигенно. Если вам нужна дополнительная проверка разделов письмо и говорения, то необходимо будет оплатить 1000 рублей. Опять же, это только разово. Три месяца. Это вообще очень круто. При том, что мы с вами абсолютно все темы, которые, возможно, попадутся на экзамене, пройдём по разделу письмо, разделу говорения, тестовые части экзамена в том числе. Это просто офигенно. То есть оплачиваете один раз и целых три месяца работаете. Но помните, что есть система жизней. То есть даётся определённое количество жизней в месяц. Так что это тоже такая дополнительная мотивация. Пинок, чтобы вы обязательно работали и выполняли задания. И, кстати, даже если у вас не будет проверки, то я обязательно сопровождаю раздел письмо и говорения готовыми корректными ответами, с которыми вы можете свериться. Это тоже очень удобно. То есть вас никто не бросает. Я всегда рядом и всегда помогаю. Вот, поэтому, чтобы записаться на марафон, проходите, пожалуйста, по ссылке. Сейчас самая-самая выгодная цена. 27 февраля мы стартуем. Проходите по ссылке, задавайте вопросы. Менеджер на всё ответит. Уже есть готовое расписание. Вы можете с ним ознакомиться. Мы пишем пробники, 4 пробника. То есть вы научитесь во время укладываться. Пройдём все темы нужные. Есть проверка. Поэтому, ребят, это просто must have абсолютно для всех. Проходите по ссылке, записывайтесь, и всё будет очень круто. Да, и, конечно, если вы ещё занимаетесь по другим предметам, напомню, что в нашей школе стубального репетитора есть ещё классные, офигенные, лучшие преподы по своим предметам, которые готовят к ЕГЭ. Очень выгодно покупать сразу несколько предметов. Такие же марафоны. Обратите, пожалуйста, внимание. Вообще просто вот 6993 предмета. Три месяца заниматься. Просто вот посчитайте. Просто я гуманитарий. Не могу, конечно, разделить. Вот прям так сходу. Но вот можете написать эту цифру. Сколько стоит один предмет в месяц. Это просто офигенное предложение. Мега выгодно. Проходите по ссылке, даже задавайте вопросы менеджерам и обязательно записывайтесь на несколько предметов, если они вам нужны. Обычно всегда сдают несколько предметов, так что это супер востребовано. А мы переходим с вами к заданию 4 УЧУ. Устной части экзамена. Высокого уровня сложности, где мы описываем с вами картинки по определённому топику. На марафоне мы абсолютно все темы пройдём. Итак, что нужно, чтобы успешно сдать на максимум это задание? Кстати, за него мы получаем 10 баллов. Так сказать, самое дорогое задание из устной части экзамена. Мы с вами должны знать схему ответа. И это прям вот основа основ. Кстати, схему ответа мы разберём с вами в этот четверг, 16.02. Так что не пропустите. Обязательно оставьте себе напоминание. Укладываться во время. Нужно научиться. И здесь тоже, это тоже практика. Чёткость ответа. Точное знание, сколько предложений на каждый пункт плана должно уходить. Потому что вот это вот обычно выходит за лимиты устные, ну вот именно трёх минут, когда ты вот размазываешь вот это всё, свой ответ чётко, ясно, по делу. Это практика. Просто практика, ребят. Нужно разобрать все темы, которые могут встретиться на экзамене. Так на полугодовом курсе, так на марафоне. Мы разберём все возможные темы, которые встретятся на экзамене. Ну, как бы, да, это то, что нужно сделать, чтобы получить максимум. Иначе, если попадётся какие-то картинки, в которых вы там не знаете этой лексики, и что дальше делать. Пожалуйста. А потом следующий момент. Кстати, всем ребятам, кто на марафоне, и всем ребятам, кто на полугодовом курсе, я готовлю офигенные шпаргалки по устной и письменной части, которые включают в себя вот плюсы и минусы вот эти вот advantages, disadvantages, disadvantages, которые так сложно придумать, да, это у нас четвёртый пункт плана. Сейчас я вам покажу, как выглядит это задание. И порой сложно придумать, блин, плюсы и минусы одного и второго вида транспорта, плюсы и минусы там жилья там, не знаю, в городе и в сельской местности. Вот так сходу тяжело придумать. А я готовлю готовый список, и это такая небольшая шпаргалка условно, да, которая поможет вам вот эти вот идеи у себя в голове зафиксировать, и вы быстро сообразите на экзамене. Это прикольно. Дальше. Практиковаться. Практиковаться, практика, практика, практика. Это основа моей работы, в принципе, с ребятами, поэтому это то, что мы делаем всегда на курсе, что марафон, что полугодовой, на который сегодня, последний день, можно записаться. Итак, схему ответа, ребят, напомню, готовую схему ответа я дам буквально в этот четверг, 16.02, обязательно присоединяйтесь к трансляции, ставьте напоминание. Я надеюсь, что вы подписались на мой канал, поставили колокольчик, и еще поделите трансляции с друзьями, это вообще суперполезно. Ставьте напоминание, ребят, ставьте, ставьте. И давайте попрактикуемся, пока вот просто разберем сам формат. А напомню, схему я дам уже в этот четверг. Вот здесь как раз-таки тема, да, city life and country life, или living in the urban area, urban, урбанистический, значит, ну, в городе жить, да, в городской местности и rural area. Это такая вот сельская местность, но я бы не сказала, что это сельская местность, это скорее, да, small town, living in a small town, far from the big city. Сэйл, что для нас важно? Важна тема проекта, да, именно на основе нее мы строим свое описание картинки, картинок. Imagine that you and your friend are doing a school project. Обратите внимание, что вас двое, вы и ваш друг. Здесь вы придумаете имя, обязательно имя нужно назвать любое. Там Мария, Вася, Петя, все равно. Дальше, следующий момент, важная тема проекта. То есть мы с вами, от нас не требуется описать какие-то там кучи деталей, то есть мы должны говорить по теме. Не в этом все подряд болтать, а именно по теме. Дальше. То, что мы нашли с вами иллюстрации, да, вот, то, что мы с вами нашли иллюстрации, об этом нужно упомянуть, да, и тут формат такого голосового сообщения. Вот еще, да, то есть, leave a voice message, то есть это говорит о том, что такой формат немного неформальный, спокойный, то есть вы не думаете, что вы общаетесь с преподавателем, то есть вы как бы другу записываете вот информационный такой message, отправляете его голосовуху и просто по схеме говорите. В первом пункте плана мы даем краткое описание и отмечаем отличия. Отличия довольно просто. Отличия всегда на двух картинках обозначены два варианта одного и того же, да, то есть два варианта противоположных, точнее. Big city, living in a big city, living in a small town. So it's clear, yeah, the locations are different, completely different. И достаточно одного отличия. Дальше. Mentioned the advantages. Мы должны назвать плюсы жизни в городе, плюсы жизни там в большом городе и в небольшом городке. Далее. В следующем пункте плана мы должны обозначить минусы жизни в большом городе и минус хотя бы по одному жизни, да, вот в небольшом городке. Следующий пункт плана. Отвечаем на конкретный вопрос. Where you would prefer to leave. In the city, ah, whether, whether you would prefer. То есть хотели бы выжить в центре города. И почему? То есть либо да, либо нет. И обосновать. То есть два предложения в этом пункте плана. И завершение. Вот и все. Да, ну какие вот аспекты мы можем здесь ответить? Напомню, что схему в четверг мы разберем. А вы, кстати, напишите в чате, какая лексика приходит к вам в голову, когда вы увидите эти картинки, потому что описывать местность. Вот мы, например, на занятии всегда вот на полугодовом курсе. Я прям конкретно разбираю именно ту лексику. Не просто какой-то пласт вообще, куча, список слов какой-то ненужный, а конкретно то, что можно использовать для описания картины, для задания 38. Для задания 37. То есть это именно монологическая речь, письменная, устная. Это важно, это ценно. То есть никакой излишней информации, которая не усвоится. For example, Hey, Mary, it's me. Match wood. I've just found two pictures suitable for our project. Называем темы проекта. Life in a big city. These pictures are relevant to our project. Переходим к первому пункту плана. As in both of them, we can see cities. In the first picture, you can see a big city, perhaps. It's New York. We can see a congested street. Congested – это такая заполненная улица. We have a traffic. There are several skyscrapers in the background. Perhaps it's a shopping area. As we can see, a pedestrian area as well with a big crowd of people walking here and there. или shopping around, как вариант. Чем больше лексики используем, тем лучше. In the second picture, we can see a small city. I'm sorry, a small town. It's a leafy neighborhood. Или leafy area. Quiet street. Leafy area. То есть такая вот зеленая местность. Quiet street with no people around. И какие-то базовые моменты отметить. Обратите внимание, что я говорю именно по теме город. Небольшой городок, маленький городок. Использую как можно больше различной лексики в этом суть. As for the advantages, these pictures are different. Have a certain difference. First of all, the locations are completely different. In the first picture, we can see a big city, urban area, modern town. Или megapolis. Чем больше синонимов, тем лучше. In the second picture, there is a small, quiet town. Quite an affluent area, by the way. Affluent – это значит зажиточный такой райончик. Всегда, но очевидно, что он такой прям ухоженный весь, красивый. Дальше. There are certain advantages of both places for living. И мы здесь говорим, какой, например, плюс. There is, so as for the big city, there are many entertainment facilities, entertainment opportunities, as well as employment opportunities and cultural facilities like theatres, cinemas. You will be never bored in a big city. То есть никогда тебе не будет скучно в большом городе. As for the small town, the nature is gorgeous, stunning views of the leafy area makes you feel relaxed and calm. You can enjoy your living in a small town. Да? Ну вот как вариант. И disadvantages. Ну, конечно же, да, very crowded, for example. Или overcrowded, слишком много народу. А здесь какие, да? Lack of educational opportunities, for example, no universities. So you have to go somewhere to get higher education, for example. Дальше отвечаем на вопрос. I would prefer to live in the city center. Or I wouldn't prefer to live in the city center. Вот прям конкретно грамматическую реконструкцию и почему. И завершаем. That's all for now. Waiting for your answer, Maria. Keep in touch. Вот такой формат. Укладываемся в 3 минуты. Говорим четко по делу. Используем по максимуму конструкции, синонимов. Но при этом строго следим за лимитом времени и за количеством предложений, которые мы произносим. Ну как вам, ребят? Как вам такой формат? Напишите, пожалуйста, в чате. Накидайте мне смайликов. По-моему, это было по кайфу. Очень продуктивно. Напомню, что в этот четверг разберу для вас схему четвертого задания устной части. Все по полочкам разложу. Сейчас сходу говорила. Но я думаю, что тоже такой навык аудирования вам поможет. И да, обязательно записывайтесь ко мне на курсы. По ссылке проходите в описании. И хочу еще сказать пару слов про выгодные предложения. Как еще можно сэкономить и записаться на все наши крутейшие курсы школы стубального репетитора. Ну, чтобы скидку заработать, можно привезти друга. И вы, друг, получите скидку. Просто, опять же, пройдите по ссылке и напишите нашим менеджерам, что вот я с другом, вот мой друг. Я хочу скидку. Еще дополнительно получите выгодные предложения от наших менеджеров. Также очень круто всегда заниматься на нескольких предметах одновременно. Например, идеальная комба, Оксана Кудлай русский язык и Марина Лисковец английский язык. И, пожалуйста, экономите еще дополнительно каждый месяц энную сумму. Менеджеры все вам рассчитают и расскажут, вот, как сэкономить на марафонах, на курсах. В общем, это идеальный формат. Или, например, идеальная комба Настя Коржева и Марина Лисковец. Записывая знания английский. Отличный препод, который в структурном все четко разложит вам по полочкам и расскажет все про общество знания в формате марафона или полугодового курса. Опять же, узнавайте подробности у наших менеджеров, проходите по ссылке ко мне в группу ВК и спрашивайте. И, конечно, записывайтесь к нашим всем лучшим преподавателям в Рунете школы стабального репетитора. Это Эрик, наш директор школы математик. Валентин Ильич, общагу войдет и историю. Оксана Кудлай русский. Кать с Катей троганого химия. Саша Ибанит физика. Маша Коржева литература. Литература. Ксюша. Ксюша на польская биология. Марина Лисковец английский. Это я. Я здесь. Настя. Настя Коржева общество знания. Артем и Маев информатика. И эти два классных парня подготовят вас к ОГЭ. Артем по математике, а ЗАД по физике. Обязательно записывайтесь к нам, ребят. Ну что, всем желаю 100 баллов. Напомню, в этот четверг мы разберем с вами схему ответа четвертого задания устной части. Ставьте лайк этой трансляции. Подписывайтесь на мой канал. Скорее записывайтесь ко мне на марафон. Сейчас кто в онлайне, получит самую лучшую скидку. И кто в онлайне, ко мне запишется сейчас, прям после этой трансляции. Или как только вы посмотрели, сразу запишетесь. У вас точно будет 100 баллов за ЕГЭ. Я обещаю. Я заворожила и заговорила. Все, всем спасибо, ребят. Если у вас есть вопросы, пишите мне. Подписывайтесь на мои соцсети. Вы красавчики. Всем желаю 100 баллов за ЕГЭ. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!